Дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем наш антивирусный марафон. И сегодня мы поговорим и пообщаемся с молодой, невероятно талантливой филитисткой-виртуозкой, солисткой Национального филармонического оркестра России, приглашённым музыкантом оркестра-виртуоза Москвы Екатериной Корнишиной. Сейчас я Катю присоединю, а вы задавайте свои вопросы, и я думаю, что эфир получится очень-очень интересным. Привет! Привет! Привет, Варюш, как дела? Ох, хорошо, хорошо. В порядке? Да, всё замечательно. Я уже в порядке, я уже не солистка Национального филармонического оркестра России, это уже в прошлом, уже несколько лет, как сейчас, да, я просто сама по себе. Всем привет, кто слушает. Как карантин? Нормально, ладно, наслаждаюсь, если честно, просто пребыванием дома, много очень дел разных. А ты сейчас не в Испании, получается? Нет, я в Мадриде сейчас нахожусь, здесь существую в маленькой квартирке, но очень уютной квартирке, очень приятно здесь, несмотря на то, что, конечно, очень расстраивает все новости. Ну, что делать, что делать, занимаюсь не очень много, честно скажу. А почему так? Отдыхаешь? Да, но мне не хочется, да, абсолютно не хочется заниматься, поэтому... Ну, как бы, конечно, у меня все занятия проходят онлайн, с профессором, который сидит в Женевской консерватории. В общем, всё проходит, всё своим путём идёт, да. Замечательно. А как у вас там вообще? Так же тишина, все по домам, да, сидят? Ходишь ты в магазин? Хожу, иногда хожу в магазин, и каждый раз это большой стресс. У меня уже начинается, как-то, агрофобия, нет, когда страшно выходить на улицу, я уже выхожу и не очень уютно себя чувствую, потому что я больше месяца сижу дома, и даже вот эти сто метров до магазина уже выходишь и думаешь, боже мой, а как вообще, да. Как, когда всё это закончится, я вообще не представляю, как мы все выйдем, особенно в Испании, потому что все тусят всегда на улице, все сидят, пьют вино, что угодно делают. Конечно, да-да-да-да. Сейчас мы только чокаемся с соседями через балкон. Здрасте-драсте. Да-да-да, всем привет. Ну, вообще, расскажи о своём детстве, как ты начала заниматься музыкой? Ой, ну, тебе, тебе хорошо известно, что моя мама не музыкант. Да, конечно. Мне хорошо известно. Так вот, у меня вообще вся семья, никто не музыканты, так получилось, что я, когда более-менее начала разговаривать, не была очень адекватным, так скажем, ребёнком, просто я не разговаривала, я пела. Всё, что я хотела выразить, я выражала в форме вокальной, и слава богу, ко мне прислушались и отдали меня в детский хор Большого театра петь. Я с пяти лет до восьми пела в детском хоре Большого театра, участвовала в постановках, в общем, тоже это было, было такое детство очень артистическое, потому что постановки в Большом театре всегда проходят очень масштабно, в общем, целыми днями мы проводили репетиции, и, конечно, когда тебе пять лет, ты делаешь по нему, ну, как бы, тебе нравится вроде петь, а тут раз, и тебя на сцену куда-то тащат, что-то говорят, делают, и, ну, мне нравилось. А профессиональным образованием вопрос стал после одного инцидента на сцене Большого театра, это была опера «Адриэна Ле Куврер», у меня была роль маленького амурчика, значит, причём, по-моему, я даже в этой, по-моему, мы ничего даже не пели, мы просто изображали маленьких амурчиков. И я не помню, что произошло, но, в общем, там была ария у какого-то баритона, и он очень скучно пел, я вот помню, что-то было просто, ну, такая тигомотина, так тяжело было это слушать, что я стала ходить по сцене, просто смотреть, что вообще происходит, ну, перед публикой, понятно, что я, как ребёнок, совершенно не переживала о том, что происходит вокруг, и я увидела оркестровую яму. Я стала очень удивилась, оказывается, что музыка-то она из оркестра играет, и у меня была, я же была настоящим амуром, у меня была стрела, у меня всё было как надо, лук, и я увидела флейтиста, первого, значит, флейтиста. Мне так понравилось. Я, значит, оттянула стрелу, ну, зал там уже все, конечно, просто уже смотрели, происходят охи-ахи, что вообще, Эрик, привет, что вообще происходит, и я просто выпустила эту стрелу, ну, понятно, что она была бутафорской, ничего там, никого не ранило, но в итоге оказалось через, уже когда я училась в ЦМШ, я начала у Юрия Николаевича Должникова учиться, а потом, когда он умер, его класс взял Александр Михайлович Голышев, и потом Александр Михайлович как-то рассказал эту историю на уроке, причём не зная, что это была я, и я сидела, я просто не могла поверить в то, что это происходит, да, это была, кажется, он. Ну, в общем, да, вот так я с музыкой связала свою жизнь, потому что, ну, понятно, после вокала уже встал вопрос о профессиональном образовании, я начала уже учиться в ЦМШ, и уже, к сожалению, бросила петь, хоть и я продолжаю для себя это делать, но так профессионально не продолжила. Пою на флете. Да, действительно. Да. Ой, слушай, я видела, ты выкладывала видео с концерта с Владимиром Теодоровичем, когда ты играла в шутку, надеюсь, это просто потрясающе. Я ещё в таком быстром темпе ни разу не слышала. Слушай, ну, и не надо, и не надо в таком быстром темпе это слушать, это просто, это был бис, на самом деле, потому что очень, ну, была смешная история, она сначала случилась в Зарядье, у этого бис, у этого темпа была предыстория, был контор в Зарядье, и я, не знаю, ну, ты наверняка меня поймёшь, иногда вот клинит, и что-то, вот, не получается вступить в каком-то месте вот одном и том же, вот что-то вот одна четверть ни туда, ни сюда. И в итоге я на концерте немножечко, немножечко опоздала. И выхожу уже, мы сыграли, и на бис захлопают, хлопают. Я говорю, ну, Владимир Теодорович, ну, пойдёмте играть на бис. И он не ожидал, я просто думаю, надо реабилитироваться, и я в два раза быстрее эту шутку сыграла. И он, конечно, тоже обалдывал, конечно, что было. А потом это, потом это вошло в какую-то такую традицию, да, просто как шутка, ну, потому что шутка баха. Да, я стараюсь как можно проще относиться к таким делам. Не всем нравится, но какая у вас праздница. Так, я вижу, там вопрос кто-то мне задал. Да, да, да. Как в Мадриде оказалось, и чем там занимаешься? Я, да, меня спрашивали тоже, я поскольку репостила нашу афишу, что мы будем разговаривать, меня, да, я отобрала несколько вопросов, меня спросили тоже, почему я уехала из России. Значит, очень важно это отметить. Я из России никуда не уезжала. Я просто уехала к профессору поучиться, к моему самому любимому профессору в мире, Жак Зун. Он профессор Женевской консерватории, и он профессор Мадридской школы Королевы Софии, куда, собственно, я и поступила. Потому что, нет, был вопрос, конечно, в Женеву поступать, но там слишком дорого учиться. Это просто неподъемно, поскольку я себя сама обеспечиваю. Даже если бы и не сама, это все равно очень было бы непросто. Ну, вот, да. Пока я здесь, что будет дальше, не знаю, но в России всегда остается моим домом. Да, я оттуда не еду. Да. А вообще тяжело было поступать в Мадрид? Нет, это вообще, это очень показательная история, я считаю, для многих музыкантов. Я хотела поступать в Парижскую консерваторию, но меня туда не взяли. При том, что, когда я поступала, мне показалось, что я сыграла так здорово. Никогда я так в жизни здорово не играла. Но там проблема была, нужно французский, B2 у меня был очень большой французский, потому что я слишком поздно узнала. Ну, и вполне, то есть я нет, может быть, я вообще, для них я сыграла очень плохо, я не знаю. Но мне показалось, что я просто была богиня Африты. Приехала в Мадрид, сыграла, на мой вкус, просто ужасно. Ужасно. Но все равно, все равно меня взяли. В общем, никогда не знаешь, это я к чему. Никогда не знаешь, по своим ощущениям ориентироваться очень сложно и не нужно. Вот, что я всем очень советую. Просто, ну, не получилось, дальше пошли. Не понравилось. Даже не думаем вообще ни о чем. Играем, развиваемся, не останавливаемся. Это все жизненный процесс, который, да, всех нас куда-либо приведет, рано или поздно. Вот. Вот так. Я полностью согласна. У меня тоже были такие моменты. Мне казалось, что я просто потрясающе играла. А потом через недельку, через две я решила послушать это выступление. И слушаю, так я думаю, а... Ну, да. Я тебе больше скажу. Скорее всего, ты послушаешь лет через 20 свое выступление. Потому что, боже мой, как хорошо я играла, когда была маленькая. Ну, у меня тоже такое было. Я слушала недавно какую-то детскую свою запись, которая мне причем не нравилась. Я думаю, ух ты, ничего себе. Это я как в таком возрасте. Вчера, вчера это случилось. Я сидела, слушала свою запись из Германии. Когда мне был один свет, я думаю, боже, я лучше играла, чем сейчас. Как же, что вообще происходит? Ну, да, да. Это артистические наши все проблемы. Очень актуальные. Да. Для всех. Музыканты никогда не стоят на месте. Всегда чему-то новому учимся. Всегда мнение меняется. Абсолютно. Когда же, когда возвращаемся к произведению, которое играли до этого, уже как-то иначе мы с вами. Да. Да, конечно, мы растем. И будем еще долго расти. Да. У нас именно Россию смотрит. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Получается, у тебя онлайн-обучение идет только по специальности или по каким-то другим? Нет, у меня по всем предметам идет онлайн-обучение. Я еще умудрилась поступить в другой университет, вообще не связанную с музыкой, заочно получая психологическое образование. Мне просто... Это было всегда мое хобби. Да, теперь просто я решила, уж раз я сижу дома, уж самое время поучиться, написать диплом. И вообще все, что я думаю на эту тему. Потому что для меня очень важна тема психологии у музыкантов и как вообще справляться со стрессом. Это, к сожалению, не так развито пока во многих странах, но, опять же, да, есть страны, в которых это очень развито. И за этим очень интересно наблюдать, и за артистами, в принципе. И мне очень хочется, да, помогать в этом смысле. Потому что я сама прошла через многие зажимы, и до сих пор прохожу, до сих пор... Что делать? То есть бывают такие зажимы, то и при волнении, да? Конечно, безусловно, руки зажимаются. Причем страх, он же имеет огромное количество категорий. У каждого музыканта свои, но в целом есть три базовые категории страха сцены. Они, как это правильно сказать, инстинктивные. Три направления страха. Это когда, если мы представим себя собирающими яблок... Представь, что ты собираешь яблоки в поле, да? Вот у тебя дерево стоит, ты собираешь яблоки. Ты себя комфортно чувствуешь, у тебя все хорошо. Никто тебя не трогает. Неожиданно войско людей. Вот на тебя идет толпа людей. Естественная реакция любого организма. Сейчас это, конечно, аналогия с выходом на сцену, правильно? Естественная, абсолютная реакция любого организма. Их три. Ты каменеешь и не можешь пошевелиться. Ты хочешь убежать, либо ты идешь и сражаешься с этими людьми. Все три фазы, все три случая сопровождаются разными физическими проявлениями нашего тела. Потоотделение. Это когда ты хочешь убежать, твое тело готово. Готово бежать уже в лес. Уже все, убегаем. Что ты тут стоишь? Сейчас на тебя все эти... Ты в красивом платье тут встала. Сейчас они тебя нападут. Убегай. Ты начинаешь потеть. У тебя потеют руки. Когда ты каменеешь, тебя холодеют руки. Потому что ты пытаешься сравняться с землей. И такой, знаешь, хамелеон. Меня здесь нет. Меня здесь нет. И опять же, когда ты хочешь драться, тоже холодеют руки. Потому что кровеносные сосуды сужаются, чтобы ты не кровоточил. В общем, это все дико интересно. Сейчас я могу говорить об этом бесконечно. Бесконечно. И да. Это очень важно. Причем не только музыкантам, вообще артистам, художникам. Всем. Мы все страдаем. Мы все страдаем огромным количеством психозов. И наше профессиональное обучение этому не помогает. Я не против нашего профессионального обучения. Но я и не завтра в форме, в которой оно происходит. Вот. Вот такие дела. Слушай, интересно. На самом деле, мне через пару дней психологию сдавать. Да. Ну, вот, кстати, когда я училась в школе, я совершенно не обращала внимания на этот предмет. Мне казалось, что это как-то ерунда. И вообще, зачем это все надо? До тех пор, пока я не поняла, что у меня проблемы, когда я выхожу на сцену. Что я забываю текст. С чего вдруг я забываю текст? Ну, то есть, это не то, что... Это не случается беспричинно. У этого есть физиологическое объяснение. Очень тоже простое. Но я не буду сейчас об этом, потому что это вот долго. Ну, да. У всего есть объяснение. Да. И это применение не только... Ну, на самом деле, все дело вообще... Мне кажется, что половина проблем связаны именно с мозгом. Это вот с тем, что мы себе можем выдумать. Все проблемы. Все проблемы связаны. Да, все, действительно. Просто стоит немножко иначе подумать, и все даже начнет получаться. Тут даже не... Хотя бы осознавать свои реакции, признавать свой страх, признавать. Потому что не бывает бесстрашных людей. Мы не все... Выходить, играть перед публикой, это очень страшно. Ты можешь, конечно, сто раз сказать, ой, да нет, я обожаю... Ну, это может быть единицы в мире. Я так и хотела сказать. Ну, в мире, единицы, может быть, ты одна из этих единиц. Но в целом, когда ты не признаешь свой страх, его отрицаешь, твой мозг еще сильнее начинает тебя атаковать, у тебя еще сильнее будут трястись руки, у тебя еще сильнее будет потеть все, что угодно. И так далее. Да, действительно, очень интересно. У нас очень потеет вот эта проблема флейтистов, когда подбородок потеет. Или потеет... Ну, пальцы, ну, у всех, в общем, свои разные. Так, тут куча вопросов уже, я смотрю. Да-да-да, говоришь ли ты по-испански, на английском? Говорю, обучение на испанском, но если, конечно, когда ты приезжаешь, ты испанского не знаешь, естественно, все говорят по-английски, потому что, ну, это как бы нормально. Но на втором, вот второй год уже, да, я... Ну, как... У меня бегает, честно говоря, все на английском. Ну, я могу, да, по-испански, но... Да, я ленивая, я ленивая. Я и заниматься не люблю, и... Да. Слушай, а если вернуться в годы ЦМШ? Да. Когда я поступила в первый класс, это был 2010 год, и тогда уже была старшеклассницей. В каком я была классика? В седьмом, восьмом. Ну, в каком-то таком, да. В тинейджерском. В самом таком. Да-да-да-да-да. И еще я, причем, пять лет училась у Маргариты Эльевны, она была нашим классным руководителем. Да, я помню, помню. Я все помню, она все такие были маленькие, сладкие. Да. Ой, я, кстати, никогда не забуду, как Маргарита Эльевна переживала за нас на УГЭ. Сдам ли я на четверку? А она до сих пор, нет, она до сих пор переживает. Моя мама вообще очень ответственная. Очень. Да. Мама очень любит свое дело и очень всегда готовит. Я вообще никогда такого не видел. Моя мама готовится перед каждым уроком, сидит, чтобы интересного такого рассказать студентам, чтобы нового найти. И все. Я, кстати, честно говоря, очень пристрастилась к истории, например, после того, как я закончила ЦМШ, потому что мне мама начала рассказывать байки, которые она готовила для вас. И я подумала, боже мой, оказывается, это так интересно. Потому что я, честно скажу, я в школе, я не очень любила учиться. Это вот сейчас я как-то начинаю увлекаться, но вот в школе вообще не рада. А был ли у тебя какой-то любимый предмет, ну, все-таки? Ну, гармония, конечно. Серьезно? Да. Большой привет, вызовай. Да. А, ты обызовы училась? Да. Да. Да, слушайте, у меня очень много вопросов. Да, да. То, как бороться со страхом, я, честно говоря, думаю сделать отдельный вообще, не знаю, блог или что-нибудь, потому что это очень долго. Я могу... Столько разных вариантов, столько разных страхов, и с ними по-разному нужно и бороться. С ними ни в коем случае не надо бороться. Нужно увидеть, как минимум, признать и сказать, да, я тебя вижу, да, тебе страшно, но мне все равно хочется сыграть, выйти, сыграть на сцене. Вот что-то в таком роде, это как бы базовое. Флейта у меня, опять же, как у Дениса Бурякова, Альтус, это был подарок Владимиру Тодоровичу Спивакову, когда я закончила центральную музыкальную школу. В общем, у меня флейта просто чудесная. Спасибо большое за это фонду Спивакову и Владимиру Тодоровичу. Да. Пишут так. Как вы работаете над дыханием, какие упражнения используете? Я сейчас... Ну, когда я была маленькая, я работаю над дыханием по школе Юрия Николаевича Толженкова. Есть в интернете, все, можно прочитать, там все очень подробно. Сейчас я работаю над дыханием в совершенно другом направлении, в моем собственном. Я максимально расслабляю свое дыхание. То есть я делаю упражнения, я беру из йоги, из разных медитаций, чтобы как можно был выдох свободнее. Потому что если у тебя свободный выдох, у тебя будет и свободный вдох. Не будет... Кстати, вот меня присылали вопрос, как избавиться от зажимов в горле. Конечно, опять же, у всех по разному, по разным причинам происходят зажимы в горле. Это может быть связано с плечами, с руками, с чем угодно. Но в основном, конечно, с дыханием. И очень важно научиться выдыхать свободно, чтобы взять вдох, чтобы не было вот этого... Это происходит, потому что вы не свободно выдыхаете чаще всего. Если научиться, опуская всю гортань, все расслабить, вдох, естественно, возьмется, как при обычном дыхании. То есть все должно быть максимально естественно. Руки, положение. Все, за всем нужно следить. Это все очень важно. Я запустила очень сильно, пока училась в консерватории, начала работать в МШ. Я потеряла линию вот этого расслабленности. И сейчас очень сложно, когда ты что-то заучил неправильно, очень сложно это переучить. Вот со мной происходит... Я сейчас через это прохожу, и, слава богу, успешно. Все больше и больше расслабляю булки, как говорится. Ну, ты, конечно, вообще умница. Да, но это непросто. Это уже долгий процесс. А вот я слышала о том, что духовикам нельзя какие-то определенные продукты кушать перед выступлением. Точнее, употреблять. Все индивидуально, очень индивидуально. Я, например, наоборот, говорят, что вот певцам нельзя лимон, да? Да. Духовикам, казалось бы, тоже. Я, наоборот, все время ем лимон, воду с лимоном перед выступлением, потому что у меня пересыхает, когда я играю. Некоторых, наоборот, в своем отделении очень активно. У меня все пересыхает от страха, все сжимается, и ты такой, невозможно сейчас играть. Поэтому мне очень помогает вода с лимоном, да. Я пью очень много, то есть когда у меня какой-то важный концерт, я, опять же, физиологически, психологически всем очень советую, любому артисту, за два-три дня начинать пить по два литра воды в день. Вообще, по-хорошему, каждый день нужно столько пить, но мы, понятное дело, не пьем. Но вот это очень помогает при адреналине, его, он не так явно выражается, адреналин, если тело увлажнено, и внутри все в общем порядке. А что еще про шоколад? Шоколад? Ну, черный можно, я ем все, я обожаю шоколад. Ну, сладкий, то есть сахар, потому что сахар окисляет очень среду, и начинается, опять же, повышенное слюноотделение. Интересно. Вот это очень важный процесс, конечно, важно со собой, важно быть в контакте с собой, и тут нет ответа конкретно, я не могу дать ответ, не знаю вас, то есть я должна понимать, в каком вас состоянии, психологическое, физическое, но в целом, самый главный совет вообще во всех этих вопросах прислушиваться к себе, к своему телу. И если у кого-то работает так, это не значит, что у вас работает точно так же. Вот. Да, очень интересно. Так, тут мне вопрос задают. Варвара, случались ли с тобой смешные моменты во время выступлений, после или перед? Ой, на самом деле, очень много раз у меня и платье рвалось, и свет выключался об этом, я уже ни разу рассказывала. А, или пожарная сигнализация начинала работать. Это у меня в целом шоу было, по-моему, я даже была на этом концерте, что это такое было, нет? Это было в Рахманиновском зале. А, в Рахманиновском это было, да. Да, 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 на конкурсе. Мне потом Денис Леонидович каску подарил. Денис! Денис! Молодец! Ну, так же, бывало, что мне говорили, что через 20 минут мне нужно сыграть целое отделение, хотя нужно было играть одну пьесу. И это такое тоже случалось. Но это не смешно, это немножко страшно, я бы так сказала. У меня один раз был гениальный случай. Просто... Какой? На концерте мы с мамой значит придумали как у меня платье было красивое, красное такое, все в обтяжечку. Ну, мне было лет 11, такое прям шикарно. И на сцене я играла с Аней Денисовой. Мы играли вальс, там что-то мы такое играли. И я беру вдох, и у меня платье расходится просто. Пошел сзади до попы. А самое ужасное? Самое ужасное, что это был маленький зал, и чтобы выйти со сцены, мне нужно было пройти через всю публику. А, да, ты участвовал через сцену. Да, через сцену. И я... Мы с Аней... Я помню, мы с Аней кланяемся, и я ей говорю, Аня, Аня, застегни мне платье. Аня, застегни мне платье. Она не понимает, что вообще происходит. И с она ко мне вот так аккуратно что-то там. Это было ужасно нелепо. Так, тебе вопрос там, Варь. Так, Варь, у тебя руки от волнения на сцене? Нет. Ни разу такого не было. Мне было, что я плохо себя чувствовала на сцене, когда болела. Это вот не раз с у меня случалось. И руки были именно ватными, а зажиматься они не зажимались. А, было еще... Тоже я играла в больном состоянии, руки у меня отнялись, я их не чувствовала. Ну, вау. Я не знаю, я просто... Ну, я была в каком-то трансе, наверное, потому что у меня просто вот так вот глаза в кучу были. И я играла в финал концерта Шумана в Большом зале консерватории. Я просто еле догирала. Да. Было страшно. Знаешь, почему? Потому что за час до концерта у нас идет прогон как раз-таки в БЗК, и на репетицию не являются духовые инструменты. Ой. Духовики. Духовики. Да. А это концерт Шумана, там же столько... Кошмар. Я играла, сочувствую, сочувствую. Это замечательный концерт. И там как раз-таки столько мест, где идет фортепиано с духовыми, и так должно все совпадать красиво. Конечно. В итоге пришли люди из замены, и они не знали этот концерт, они с листа читали на сцене. А что был за оркестр? Или мы не будем называть? Конечно. Это было в консерватории. Понятно. Ну, бывает, нет. Ну, по-моему, это бывает. Разное случается. Ну, да. Нет, но все мы были в таких ситуациях, и это ужасно, это страшно, потому что ты так волнуешься, чтобы все хорошо получилось, а когда все идет не так. Ну, вот много, очень много практик существует, чтобы избежать этого трака. Бывает ли желание сочинять что-то? Представьте, ты сочиняешь музыку? Я, нет, музыку пытаюсь, но как-то мне не идет. Я очень люблю писать стихи, это вот у меня тоже такое естественное. Я пишу очень много стихов, но для себя никогда никому не считаю, просто вот пишу и выражаю себя таким образом. С музыкой не очень выходит. Класс. Я тоже недавно написала парочку стихов, там я с одним человеком переписываюсь, и мы прям так стихами попереписывались, так что такая была у меня. А, да, у нас... Нет, это... Переписываться стихами, это вообще моё любимое дело, обожаю, обожаю. Да? Ой, это классно. Я писала как раз такие стихы на эмоциях от Саната Скрябина. Вот, вот это правильно. Я считаю, так и должно быть. И вообще, это очень важно у артистов, чтобы была взаимосвязь между живописью, поэгой и всем. Очень важно, если есть чувства, и можно их выразить не только, не только зацикливаясь на одном каком-то способе выражения, потому что это может фрустрацию вызвать колоссальную. Ну, музыку я не сочиняю, мне это не получается и очень плохо получается, так сказать. Пыталась пару раз, ничего хорошего из этого Эрик знает. Эрик что-то там спросил, как вы спрашиваете по-школьному? Что бы ты изменила, если бы могла вернуться? Я скучаю по школьным временам, очень скучаю. И я бы ничего не изменила вообще ни разу, и там сколько было всего, и хорошего, и плохого. Ну, это часть институции МШа, это дом, я не знаю, вся жизнь моя. Да, действительно, так и есть. Я тоже буду скучать по школьным временам, потому что это лучшие встречи с друзьями, с которыми мы редко видимся. Ну, сейчас мы вот с Эриком и с другими ребятами видимся в кофейне, и причем, знаешь, как это? Кофепорт. Кофепорт? Это какая-то новая кофейня? Ну, видимо, да, довольно-таки. Нет, подожди, она где-то рядом со школой, или она просто кофейня? Очень рядом, просто. Ну, значит, я не знаю, расскажи, я вроде там все знала, это уже все. Так там сейчас столько всего понастроили, ты чего? Вот выходишь из ЦМШ, идешь вот так к интернату, и поворачиваешь, получается, сейчас на право. Там брусника, да, там брусника. Там брусника, рядом как раз-таки Кофепорт, Прайм, вот, и там в Кофепорте собираются все гнесинцы и ЦМШовцы, причем... Молодцы, ребята. Да, причем я тебе так скажу, мы не договариваемся о встрече, потому что мы не можем никак договориться со всеми ребятами, и у нас уже раз в пять точно так получалось, что все идут в одно и то же время у Коля, и мы просто в шоке, потому что это те ребята, которые реально... Это очень здорово, у нас было такое место силы, это был Старбак на Камергерском. Ой, сколько уроков, я прогулялся. Ой, сколько было там посиделок, сколько мы там сегодня... Ой, все баристы были наши друзья. Ой. До сих пор даже с некоторыми иногда общаемся, надо столько лет было уже назад. Но вы молодцы, что вы ходите в одни места, это очень важно. У нас, например, здесь в Мадриде у школы есть собственный бар, ну, то есть он как бы не наш, естественно, но каждый вечер там кто-то тусит, каждый вечер, после каждого... В этом году немножечко все по-другому, потому что вот сейчас с такой ситуацией мы даже на улицу выйти немножко, но прошлый год невозможно... Если тебе не нужно было идти, если ты не хочешь тусить, в ту сторону вообще лучше не идти. Слушай, а ты там общаешься с иностранцами или с русскими ребятами? Нет, я в основном общаюсь с иностранцами. Не знаю, почему, просто сокрушилась. Я люблю очень общаться на английском, на языке. Я вообще обожаю языки, поэтому... Ну и с русскими... ну на самом деле очень интернационально у нас компания. Там у тебя миллион вопросов уже, Варь. Да, сейчас мы их прочитаем. Давай сыграем в игру. Давай. Она называется «Хорошо ли ты знаешь свою биографию?» О боже, нет. Я ненавижу свою биографию, очень всегда стесняюсь, когда вообще что-либо говорят, прочитают. Ну ладно, давай. Ничего страшного. Сейчас придется полюбить. Всего лишь на несколько минут. Я просто со всеми этим занимаюсь, поэтому повторим, так скажем. В каком году поступила в ЦМШ? В 2002. Нет. Нет? В третьем? Хорошо. Это у меня с математикой нет, это у меня с математикой плохо. Делай не... Делай не... Как так? Я тебе честно скажу, я не вспомню, когда я закончила, в каком году, и когда я поступила в ЦМШ. Но у меня плохо с этим. Ладно, давай-давай дальше. Ничего. Придет. Ой, я это тоже спрошу. Да, хорошо, я пока посчитаю. Да. В каком возрасте попала в новое имена? Я не помню. Ну давай. Ну 11 мне было лет, 11. Нет. Ой, я не помню. Я 12, 13. Придатик. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Денис, прости, прости. Надеюсь, что... Так, сейчас будет очень сложный вопрос, наверное. Кто почувствовал в тебе огонь из-за предательности и радость творения? Что? Что? Ну, ты чего? Там несколько, может быть, вариантов, учитывая, что, скорее всего, в моей биографии были выдержки несколько. Значит, это был либо Шилл Клоппер, либо Денис Мацуев, либо Александр Сладковский. Кто же? Давай. Кто еще? Ну, кто-нибудь из этих трех, точно. Вот я тебе даю подсказку. Денис. Ну, нет, да я не помню, я никакая разница. Господи. Ну, это игра. Аркадий Шилл Клоппер. Аркадий Шилл Клоппер. Спасибо ему за... Нет, вообще, спасибо ему большое за такие прекрасные слова. Да, да, спасибо. Кто такие? Шигин... Сейчас. Шигино Рикуду и Софи Шерье. Шерье. Софи Шерье из... Господи, из... Она профессор Парижской консерватории. Вообще, потрясающий профессор, уникальная женщина, великая женщина, я считаю. Просто женщина кремень. У нее одни все флитисты, которые от него выпускаются, все сидят в лучших артистах. Она просто уникальный педагог, человек, музыкант. Я просто ее фанат. Шигино Рикуду это тоже замечательный флитист. Он был первой премией конкурса Рамбада, который уже, к сожалению, проводится тоже в Париже. Очень... Он приезжал давать в Московскую консерваторию мастер-классы, и я играла ему как раз от центра Ямахи. У меня это все очень транслировалось, было вообще большое событие. Да, вот это... Это... Это очень важно. Для меня были два человека, мастер-классы, в которых я принимала участие. Вот. И как ты с ними связана? А, ну вот ты уже сказала. Ну, нет, все в основном частным образом. Ну, вот с Шигино Рикудом и от центра Ямахи, от консерватории это было сделано. А с Афишейей я просто на своей... По своей инициативе занималась в Париже. Хотела, собственно, поступать к ней, но вот меня не взяли. Бывает. Бывает. И зато ты в Мадриде. Ну, да-да-да-нет. Я, наоборот, очень даже рада, что... Да-да-да. А во сколько лет стала солисткой НФОР? Была... Неофициально в семнадцать, официально в восемнадцать. Да. Ой, я, кстати, помню поездку в Ереван. Точно! Ты знаешь, что это было ровно пять лет назад? Мне буквально в Фейсбук несколько дней назад выслал фотографию с моими близкими подружками, о которых... Я очень по ним скучаю. Сашки и Анюти. Сашка Рамазанова и Анюта Плетюхина из оркестра. Как раз в Ереване эта поездка была просто потрясающая. Да, это была шитарная поездка. Я еще помню, после выступления мне президент Армении так подмигнул. Я такая... Ничего себе! Да. Ну мы с ним так... Он меня поздравил, да. Потому что я слушала второе отделение. И, кстати, я помню, что вот я с тобой тебя и увидела, когда я перестала волноваться, потому что на сцене было нереально холодно, и мне руки просто были дубовые. Да? Ну да. А поэтому я немного волновалась. Ну, слушай, это нормально абсолютно. У меня всегда... Боже мой, Настухи Дулова! Боже мой! Настя, как я-то соскучаю! Я тебе передать не могу! Надеюсь, у тебя все хорошо! Мы вообще сто лет не разговаривали! Я иногда вижу Инстаграм, но, в общем, надо созвониться. Обнимаю. Извините за минутку. Да. Продолжим. Что я получила в 2016 году? У меня плохо с датами. Я поняла, с датами, короче. Да нет, но я просто, я честно, нет, я к биографии своей отношусь очень... Это важно иметь биографию, но я... По-моему, я думаю, что если это была консерватория, я думаю, что это была стипендию Hyundai. Да, абсолютно верно. Что за такое, да. Ничего, еще осталось три вопроса, и мы ответим вопросы из Инстаграма. Решет. Да, нам одни вопросы тебе. Мы уже заждались, чем слушать. Что тут какая-то женщина вещает в очках? Ну-ну. Нет, тут, кстати, спросили Варя, Катя, только написали Лену почему-то, но, в общем, это к тебе. У вас есть любимые певцы? Слушаете ли вы современную музыку? Ой, я обожаю хип-хоп. Слушаю. Ух, я танцую, обожаю хип-хоп. Ой, 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 я могу тоже диссертацию на эту тему написать. Я обожаю очень древний, очень неизвестный хип-хоп. Французский, даже испанский есть, но там, конечно, поменьше будет. Очень, я очень люблю неизвестных артистов, под которых классно танцевать. В общем, это целое, если кому-то интересно, могу написать потом вот в Таграме. напишешь потом. Напишу, напишу. Супер. Я тоже, кстати, слушаю современную музыку. Тем более, у меня брат танцует, поэтому... Камень, ну у тебя вообще, да, семья вся. Да. Но он у тебя не современные же танцы танцуют, по-моему, да? Да, он бальными танцами занимается, но тем не менее, он просто классику не любит. него это весит. Ну, я понимаю. Я только, я из бальных танцев люблю только ча-ча-ча. Да, 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 Вот это самое энергичное. Да, ну мы слушаем современную музыку часто, то есть это даже, может быть, и Рамштайн, так что... Да, господи, Рамштайн вообще классный. Нет, я все, я в этом смысле меломан, я очень много чего слушаю, очень много, не только, не только хип-хоп, конечно. Я поэтому не могу даже точно сказать, что я именно слушаю, потому что это всегда зависит от моего настроения. У меня ужасные песни есть, которые я слушаю, очень, очень такие, не очень, очень, не очень. Конечно, ну что вы, вот небезызвестная женщина Анастасия Федулова, которая недавно тут объявилась, мы с ней вообще по Меладзу профессионалы, по Меладзу, по Меладзе. По Меладзе, конечно. но. Как же без этого? Да, у нас большой, у нас большой репертуар, у нас там чёрный бумер, вся вот эта вот, да, приятно вспомнить, я помню, что я обожала, когда, вот как раз в МШ училась, у нас такие песни ходили, мы даже писали песни в школе, я помню, про интернат, ой, боже мой, там такое было, боже. У нас тоже ребята пишут, так что там вообще целая тема с этим идёт музыкант. Ну, это замечательно, чем творчество, чем больше творчества, тем лучше, я всегда за это. Давай уже всё с биографией, нет, нет, хорошо, хорошо, я поняла уже, что всё, давай мы в другую игру сыграем. Ты так это, одарилась от этого? Да, пошёл. Окей, окей, окей. Знаешь, я думала, во что с тобой поиграть и придумала такие вопросики, хорошо ли ты знаешь свой инструмент. Опять же, я настолько, нет, я просто, если кто-то сейчас слушает, чтобы все понимали, я очень простой, в этом смысле человек, я ленивая, я не люблю заниматься, я, ну, в общем, я знаю свою инструмент, но сейчас посмотрим, давай. Нет, ты просто будешь отвечать да, нет. Хорошо. Угу. Правда, что флейта считается самым древним музыкальным инструментом? Ну, я думаю, что да. Да. Одним из самых древнейших, да. Да, 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 там даже в книгу рекордов Гиннеса. Да, 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 правда ли, что флейта летала в космос? Да. Нет. Нет? Никто не играл? Почему? Нет? Нет, нет, нет. Может быть, ну, возможно, собака, флейта, какая разница? Никакой. Так, правда ли, что флейту изготовили однажды из хрусталя? Вполне возможно, не знаю. Возможно. Такое возможно, да. Да, 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 однажды флейту готовили. Была ли флейта сделана из костей журавля? Такое тоже возможно, я не знаю. Ничего себе. Я сегодня изучила, на самом деле, флейту. Я так подготовила. ты мне расскажи потом всё, что ты изучила. Нет, ты знаешь, мне очень жалко, что я по музыкальной литературе не прохожу современных известных музыкантов, потому что я за... Сколько у меня уже какой-то эфир? 18, наверное, сегодня с тобой. Слушай, да ты вообще информирована и всех будешь. Да, я бы просто сдала идеально в биографии, выгодайся всё, что угодно. Да, точно. Можно новый предмет ввести, предложить. Давайте будем ввести... Почему мы изучаем биографию каких-то древних мужчин? Давайте современных мужчин изучать. Да. Пытались ли люди... Так, что я написала? Да. Кушать есть при помощи флейты. Я всё время говорю слово кушать, нет такого слова. Варь, я понятия не имею. Неужели пытались? Это как-то странно. Ну, конечно, флейты, куча флейты из шоколада там. А, в этом смысле? Конечно. Конечно. Употреблять. А, да-да-да, я подумала, с помощью флейты, как вилки. Так, а была ли флейта из кокоса? Я не знаю, но, говорят, как-то флейты из кокоса. Неужели была? На самом деле, да. Там какой-то, там прям целая специальная технология. Я даже, вот видишь, делала себе фотку. Обалдеть. Да. Ну-ка, потом я посмотрю. Вот это интересно. Угу. Варь, больше меня знаешь про флейту. Ну, смотри, последний вопрос. Была ли флейта длиной из 40 миллиметров? Я не знаю. Была? Ну, давай. Нет. Была, ну, естественно, была. Нет? А, ну, нет, не было. Самая маленькая флейта 50 миллиметров. 50 миллиметров все равно, ужас какой. Ну, да, это все. Ну, да, ну, да, этот вопрос уже, ой, господи. Слушай, а вот мне интересно, сколько максимальное количество часов можно заниматься на флейте? Слушай, пройди, пожалуйста, моя дорогая Алина написала в гениальный комментарий, Алина, просто ты сегодня победитель, абсолютно. Это потрясающе. Все, все запомнили, ты сегодня эпохальную, опухальную, эпохальную событие, мы пишем диск на флейте с токотом. Какой бы у тебя был вопрос? У меня был вопрос, сколько максимальное количество часов можно заниматься на флейте, ведь там говорят, губы можно переиграть. Ну, опять же, у всех по-разному, я вообще не очень много занимаюсь. Ну, это вообще замечательно, что получается... Я больше люблю заниматься головой, то есть, мне кажется, это важнее, чем... Конечно, нужно техническую форму поддерживать, но для этого не нужно огромное количество часов, потому что это скорее может навредить даже спине, опять же, все так заниматься и лучше головой произведения учить, а потом уже, да, уже отрабатывать все, что сложно получается. Да, слушай, а ты занимаешься спортом? Я периодически, то есть, у меня наплывами, я либо прям вот ухожу в спорт и просто вот треню, да, того момента, пока я не становлюсь какой-то няшкой, а потом все бросаю и ничего не делаю. Меня поражает. Я все время... Я чаще всего делаю растяжку, потому что у меня очень хочется сесть на шпагат уже давно. Да, я тоже хочу снова начать садиться на шпагат. Да. А то раньше садилась и забросила эту тему. Вот, я так, я уже на пути, но мне нравится просто растягиваться еще. И, да, там у нас мама твоя пишет, по-моему, что она отвечает на вопросы. Everybody who listen now, this, I'm sorry, we're talking English, just all the best wishes to you, and we will try to make it in English one day in all these meetings, yeah, and we will talk about everything what we are talking now about. Рась, прошу прощения. Нет, все прекрасно. Я, я обожаю... Я просто увидела, тут написали, любите ли вы Уитни Хьюстон, Кристина Агилер и Бьонси, я обожаю этих певиц, обожаю. Обожаю, обожаю, Я, на самом деле, ведь них Хьюстон не слушала, но мне нравится очень Кристина Агилер и Бьонси, да. Ну, ну, Уитни Хьюстон, это как? Я, может быть, забыла просто. I wanna run to you или, ну, как это? А, ну, конечно, господи, как я была называть. Слушай, ты классно поешь. А, нет, это так. Это так. Распевочка. У тебя вообще репертуар большой? Я говорю, все, все, что вообще, ну, мне, слава богу, сейчас техническая возможность позволяет сыграть вообще все, что угодно. У меня нет трудностей, в принципе, с репертуаром. У меня, ну, у меня другие проблемы сейчас, с которыми я борюсь, это, да, вот, зажимы. У меня полностью, у меня сейчас непросто об этом говорить, но я, поскольку поступила в прошлом году к профессору, мне все поменяли постановку, я, считаю, училась заново играть, звук не фокусируется, ничего, все, просто не туда, техника у меня отличная, нет никаких проблем ни с чем, а вот звук, звуковедение, ой, ну, ничего, потихонечку, переучиваем все. Да, у меня тоже, кстати, с этого года меня, мой педагог, нынешний, тоже переучивает в этом плане, в плане звукоизвлечения. Да, 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 вот, вот, вот. и самое, кстати, неудобное было, это когда ты учишь бегом программу, и во время обучения этой программы ты себя еще перестраиваешь, потому что это и заниматься нужно по-другому, уже по-другому заниматься, чтобы привыкать к этому звуку извлечения. Ну, то есть это было непросто. Это катастрофа, у меня были важные концерты в этот момент, когда я просто играть не могла, и это было очень больно, потому что концерты проходили не очень, ну, понятно, ну, то есть как не очень, несмотря с какой стороны смотреть вообще, вообще, ну, это не просто психологически опять же пережить, особенно когда ты уже много играешь, и у тебя уже вроде как какие-то концерты, ты уже стараешься уже в каком-то таком положении, когда надо играть, 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 а все надо сначала, это было очень, это переезд в другую страну мне было непросто, я страдала много. Продолжаю. Эрик, спасибо Спасибо за комплименты Тут прям так приятно Я занимаюсь на флейте У меня с математикой плохо, я не помню Долго и вообще Не помню Ну лет так 17 Наверное, 18 уже, да Долго Долго Варя, скажи, пожалуйста Во сколько лет ты научилась читать литерат? Ну я бы не сказала Что я сейчас это Умею хорошо делать Как я уже не говорила Я быстрее учу, нежели Читаю в листах Ну вот я, кстати, могу рассказать историю с Эриком У нас в Сириусе был концерт Дениса Нацуева И на репетиции Подошел Валерий Владимирович Песяцкий И говорит, ребята Эрик, ты помнишь Пьесу «Все меньше и меньше» Эрик такой, ну, как бы я ее года три не играл То есть он ее не помнит абсолютно Чтобы ты понимала Концепт через два часа Да Он говорит, а ты Варю не играла? Я такая, нет У нас не было ни нот, ничего Нам бегом побежал Человек, который занимался организацией этого концерта Ноты распечатывать Все, мы их распечатали Нас повезли обратно в наш корпус В Сириусе У нас было полтора часа, чтобы выучить Ну, это такая жизненная, да, жизненная ситуация Вообще, мне очень жаль, пианисты Вы всегда под удар попадаете Потому что обычно, обычно инструменталисты говорят Ой, да ладно, там легко Там две ноты Пианисты Это все, значит, сидеть, играть У нас была замечательная история С Митей Маймвородой и Дайни Милкисом Нынче и Коганом И мы играли в три уни-народ И, ну, вот, опять же, люди мы азартные Веселые Перед выходом на сцену Мы что-то стали там подкалывать Друг-друга И в итоге А слабо наизусть выйти сыграть И мы вышли Мы вышли И сыграли Я помню, что у меня было такое странное ощущение Азарта и страх Вообще, что происходит Мы это сделали Это приятное чувство Я люблю азарт На самом деле, так, за короткое количество времени Можно вообще такие произведения выучить И потом думать, вот, как я это сделала Ну, я не люблю так делать Я очень медленно все учу Мне надо время Я не люблю так торопиться Я вообще ненавижу торопиться Приходится, конечно, но Я люблю все медленно Так, спокойно И я нет Я была обидчивая Я была обидчивая в школе Но больше Нет, вообще не обидчивая Сейчас мне, правда, то есть Ну, очень сложно обидеть Когда Собственно, нечем обидеться Просто мне как-то Ну, я все свои Все свои недостатки Я знаю Все, что у меня не получается Я в курсе Лучше других Ничего обидеться Все мои недостатки Ну, слушай, так интересно Ты такой спокойный человек И такие умные Разумные вещи говоришь Не, ну, это действительно Это прекрасно Спасибо, Ареша И вообще интересно Слышать о том, что Ты как-то разбираешься С зажимами То есть это прям Целая работа Такая над собой Ну, нет Это удовольствие В моем случае Это просто Мне интересно Мне прям жутко Это интересно Поэтому я решила Вторым образованием Это Получить просто И мало ли Может быть Кому-то помогу Потому что Я считаю, что На официальной основе Как профессора В Московской консерватории Центральной музыкальной школе В Крестенке Обязательно Обязательно Должен быть психолог В каждой музыкальной школе Да Не очень Не дооценивают Эту работу К сожалению Большому Это приводит К Ко всему тому же К зажимам К страху Многие бросают инструменты Вообще перестают играть Просто потому Что у них был Жуткий педагог Или Слишком строгие родители И Есть вещи Которые невозможно Поделиться Ни с мамой Ни с папой Ни с педагогом А Даже вот Интим Юношеские влюбленности Для этого Существуют профессионалы Которые Помогают Ну Опять же Психологу Можно идти только Если Ты действительно Хочешь Чтоб тебе помогли Если Ты как бы В это не веришь Не понимаешь Ничего не случится Да А ты боялась Кстати зачетов Экзаменов Да Это собственно Основная Основная Тема Почему Я вообще Этим Увлеклась Я вообще Сейчас не понимаю В чем Смысл Это не очень хорошо Наверное Что я сейчас скажу При том Что я обожаю Свою школу И консерваторию Но вот Я очень много Ставлю вопросов Сейчас Именно о системе Я Вижу гораздо больше Минусов Сейчас в системе Оценивания Зачетов Экзаменов Оценками У детей И Подростков Гораздо больше Минусов Чем плюсов Потому что Я помню Своё ощущение Перед каждым зачетом Боже мой Я сыграю зачет И потом каникулы И каждое чувство Вот каждый раз Это чувство Relief По-английски Когда тебя отпускает Вот ты сыграла Вот как будто Отмучился И тебя отпустило Да Это ужас Что может быть Хуже этого чувства В музыке Ведь Мы же должны Получать удовольствие Когда мы выходим На сцену Но Это Я когда играла зачеты Я просто Я так Я боялась Я как топор играла Вот действительно Как топор Все мои экзамены Зачеты У меня всегда были провальные Ну не всегда Но многие То есть вообще Не сравнится с тем Как я выходила Играть всегда на сцену Просто Небо земля Мне сейчас тоже Кстати Я зачеты экзамены Вообще не боюсь играть Вот Меня не абсолютно Спокойно Проще Потому что Опять же Если мы говорим О музыке Все субъективно Невозможно Музыкантам нужно Помогать Учиться Самовыражаться Не учить их Как нужно играть А как Выразить То что человек Испытывает Что-то играя И об этом Об этом Да Это вообще Часто забывают Не знаю почему Мне очень жаль Но об этом Часто забывают У меня Это ничья вина Это просто У меня так случилось Что я Выпустившись Из профессиональных Учебных заведений Я была зажата Так сильно И так Очень Очень Это неприятное Чувство И я Очень много Думаю сейчас О том Как Его Обойти Вот По-моему Потому что Все Все знают Что это Такое И мне кажется Что это Совершенно Не нужно Вот этот Страх Он Он только Разрушает Нас Это да Действительно Так И слушай Это так Интересно И так Интересно Что У тебя Так же Было С зачетами Абсолютно Это Такой Страх Я текст Теряла Именно на зачетах На экзаменах А так Так работает Наш мозг Так работает Наш мозг Ты отключаешься Ты впадаешь В эту спячку Это вот Одна из ветвей Вот этих вот Положений страха Ты У тебя мозг От страха Просто Коллапсирует Она Я значит Ей трублю Значит что мне страшно Она меня не слышит Все Я коллапс Все Ладно Окей Я отключаюсь Раз она меня И поэтому Теряется текст Да Да Ну Я желаю всем Чтобы все были здоровы Чтобы поменьше Боялись Только получали Как можно больше удовольствия И ошибки И вот Меня спрашивал Вопрос Тут кто-то Как я отношусь К своим ошибкам Я всегда Всю жизнь Относилась Очень тяжело К своим ошибкам И это самая Наверное Большая была Ошибка В моей жизни То есть Потому что Страх ошибок Он приводит Ко всем остальным Страхам Зажимам И так далее Ошибается Абсолютно нормально Естественно И Ошибаются все Даже если вам кажется Что Вот он не ошибается Это не так Ошибаются все И В основном Пробиваются люди Наверх Куда там угодно У кого У всех разный вверх Правильно В основном пробиваются люди Которые просто Не обращают внимания На свои ошибки Просто Ну ошибаются Ну я конечно Постараюсь Просто еще раз Ошибаться Но это не самая Большая трагедия В моей жизни Конкурсы И все Вот и так далее Вот так Ну Катя Спасибо тебе огромное За эфир Спасибо тебе Варюш Большое Интересно Взаимно Очень рада Да Ты согласилась Ну что ты Что ты Удовольств Надеюсь Не последний раз Хорошего всем Всем вечера Кто смотрел Спасибо Спасибо вам И всех Обнимаем Целуем Да Пусть все будет Все хорошо Пока Пока-пока Маме привет Хорошо Продолжение следует